Добрый день, дорогие севастопольцы! Добрый день, дорогие россияне! Добрый день, Пётр Иванович! Здрасте! У вас очень хорошая фамилия. Дорогов Пётр Иванович. Пётр Иванович, расскажите, пожалуйста, для нашей передачи, о чём говорят у Бенали, какой деятельностью занимаетесь, какие цели организации стоят и уже, может быть, поделитесь какими-то результатами, которые уже сегодня есть на лицо, как говорится. Спасибо! Мне очень приятно, что в городе Севастополе, где сегодня я нахожусь, есть понимание. Очень много было встреч с местным населением, с общественными организациями, политическими партиями, с бизнес-сообществом. Очень много услышал о некоторых нарушениях в разных сферах деятельности и в медицине, и здравоохранении, и в сфере сельского хозяйства и так далее. Поэтому я немножко сейчас о нашей организации расскажу. Я руководитель комитета по противодействию коррупции, вот наша визитная папочка. Здесь вся история прописана. Все наши мероприятия, все наши соглашения, все регионы Российской Федерации, более 400 общественных приемных. Охват уже такой большой. Да, на сегодняшний день. И мы, значит, я буквально на прошлой неделе поработал в Донецкой Народной Республике, привезли гуманитарную помощь, были на переднем фронте. Это Горловка, Макеевка, другие места. Значит, гуманитарку также раздали, местному населению, грудничковым. Они особо нуждаются в гигиенических и в медицинском питании. Также мы оставили гуманитарку фонду «Быть добру» в городе Донецке. Это очень серьезный фонд. Ему более 10 лет. В Мариуполе оставили. Тоже подписали соглашение о сотрудничестве с фондом «Донбасс» в Мариуполе. О гуманитарной помощи для местного населения. И открыли в Мариуполе еще одну новую общественную приемную. Я в ближайшее время уже это уведомлю и главу Мариуполя, прокурора, начальника полиции и Следственного комитета. Значит, при открытии общественных приемных в регионах мы уведомляем администрацию и правоохранительные органы. Это вот Донецкая народная республика, там далее Санкт-Петербург, Краснодарский край и разные регионы. Значит, мы работаем в 13 лет. Есть большие успехи. Также мы разработали раздаточный материал, когда мы выступаем на серьезных площадках, в Госдуме, прокуратуре и в других ведомствах, на форумах, конгрессах. Мы раздаем вот такой вот разработанный инструктаж. Если у вас вымогает взятку, как себя вести, чтобы не спугнуть взятка получателя, и полноценно провести мероприятие по получению взятки. Здесь высказывание нашего президента Владимира Владимировича Путина, Мишустина и мое высказание. Вот непосредственно Владимир Владимирович Путин высказывает, что самый эффективный способ борьбы с коррупцией – это развитие гражданского общества и свобода средств массовой информации. Борьба с коррупцией – это задача всего общества. Глава правительства Михаил Мишустин обеспокоен коррупционными рисками при реализации национальных проектов, объем которых в ближайшие пять лет составит десятки триллионов рублей. Ну и, конечно, мое высказывание о консолидации, о сотрудничестве со всеми честными и порядочными людьми, политическими партиями, общественными организациями и так далее. Второй флайер – мы разработали призыв к сотрудничеству всех честных и порядочных людей, общественной организации и политической партии. А на обратной стороне мы разработали памятку для вступающего в комитет и что делает комитет с собранным материалом. Вот. Также мы проводим по всей России рейды по неприкасаемым совместным с управлением ГИБДД, пресс-службой. Вот. Это, значит, закон для всех одинаковый и очень часто попадают за пьяные судьи, чиновники, депутаты, представители силовых ведомств и так далее. Мы потом уведомляем их руководство, и они принимают решение, как поступить с нарушителем. И мы много лет подряд проводим мониторинг деятельности полиции. Это преследуем следующие цели – это соблюдение закона о полиции и повышение уровня доверия граждан полиции. Это, значит, мы работаем, как ведется работа в дежурных частях, как работает телефон доверия, работа миграционных служб, работа участковых, работа МРЭО, работа нарядов ДПС и стационарных постов. Это семь подразделений при МВД России, которые оказывают услуги населению. Наша задача – чтобы эти услуги оказывались качественно. И по подведению итогов мы, значит, даем материалы в руководство МВД, они уже принимают решение, как улучшить ситуацию в том или ином регионе, какие недочеты есть, какие улучшения есть. По транспортной полиции мы также работаем. Вот в 2018 году совместно с управлением на транспорте, главное управление мы поработали во всех аэропортах. Это Шереметьево, Домодедово, Внуково, Морпорту и на ЖД вокзалах. Также мы дали потом Санкт-Петербург, Ленинградскую область и центральная часть России. Очень много мероприятий проводим благотворительных. Это гуманитарная помощь, второй год мы оказываем. Мы, значит, оказываем попечительство очень многим детским домам. Оказываем, открываем спортивные залы для детей, у которых нет денег, и они могут бесплатно ходить на тренировки совместно с губернаторами, с директорами детских домов и так далее. Поэтому у нас есть структура, и согласно структуре, люди, которые вступают в нам в комитет, мы распределяем их по отделам. Юристы и адвокаты вступают в правовой отдел, чиновники и депутаты в отдел по взаимодействию с органами государственной власти, силовики в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, дальше политики, лидеры молодежных движений, общественники в свой отдел, представители бизнес-сообщества в отдел по контролю в сфере потребительского рынка, строители в отдел по контролю в сфере строительства, фермеры по контролю в сфере сельского хозяйства и так далее, медики, учителя и прочее. Поэтому работа ведется ежедневно, с нарастанием. Здесь в Севастополе мы планируем открыть более 10 общественных приемных, город большой, 4 района крупных, есть над чем работать. Я уже при 2 дня здесь работаю, очень много получил обращений, предложений, и я думаю, что благодаря данной организации мы сделаем больше, чем мы делали без этой организации. У нас еще встреча будет здесь и с бизнес-сообществом, и с фермерами, и по линии медицины, образования. Вот буквально сейчас я еду в ваш филиал МГУ, мы тоже договорились подписать соглашение о сотрудничестве, проводить профилактические мероприятия среди студенческой молодежи и преподавательства состава. Также будем брать на практику журналистов, юристов, айтишников, менеджеров, экологов и так далее. Работа всем найдется, работаем плотно, со всеми вузами Российской Федерации, общественными организациями, политическими партиями, бизнес-сообществом, администрацией и правоохранительными органами. Спасибо. Спасибо вам огромное.